Всем привет! С вами снова Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. Как вы помните, ежемесячно я проверяю стоимость полиса ОСАГО для меня и моего автомобиля при помощи калькулятора, который я встроил у себя на сайте автосправочная.ком. Это позволяет мне отслеживать ситуацию с ценниками на страхование, то есть страховка становится дешевле, дороже, либо не меняется. При помощи данного калькулятора можно получить актуальную информацию, официальную по ценам от страховых компаний России, на одной странице, введя данные всего один раз. Соответственно, вы можете сравнить, выбрать наиболее выгодное предложение именно для вас и вашего автомобиля. Полис ОСАГО при этом в электронном виде присылается вам на электронную почту и сразу же загружается в базу ГИБДД и в базу Российского Союза автостраховщиков. Сегодня, 1 августа 2024 года, я повторил предыдущий расчет и давайте покажу, сколько же страховых компаний, во-первых, мне предоставили свои расчеты и за какую стоимость они предлагают в августе текущего года приобрести страховку на мой автомобиль. Итак, по состоянию на 1 августа 2024 года цены в калькуляторе выдали 7 страховых компаний. Ренессанс, Сберстрахование, Согласие, Альфа, Сагас, ВСК и Ингострах. Минимальную цену 5086 рублей предложила компания Ренессанс Страхование. Это моя текущая компания. Свой нынешний полис в 2023 году я оформлял в этой компании за 5397 рублей. То есть в этом году продление страховки в этой же компании обойдется мне дешевле на 319 рублей. Далее еще две компании, это Сберстрахование и Согласие, по состоянию на 1 августа предлагают мне полис за 5531 рубль. Три компании, это Альфа, Сагас и ВСК, предлагают полис ОСАГО за 5650 рублей. А самое дорогое предложение, это ОСАГО за 7533 рубля от компании Ингострах. Таким образом, по состоянию на 1 августа 2024 года стоимость полиса ОСАГО от страховых компаний для меня составляет от 5086 рублей до 7533 рублей. То есть разница между самым дешевым и дорогим полисом составляет в моем случае 2447 рублей. Именно поэтому в 2024 году, как я уже ранее неоднократно говорил, сравнивайте предложения от разных страховых компаний, от максимально большого количества страховщиков, потому что предложения по ценам могут находиться в довольно-таки широком диапазоне. То есть 2447 рублей, разница между самым дешевым и дорогим полисом, это далеко не рекорд. Разница может быть еще более существенной. Дело в том, что на сегодняшний день у нас действуют так называемые индивидуальные тарифы ОСАГО. То есть нет единого базового тарифа утвержденного, законом утверждается только базовый тариф на коридор. В 2024 году для легковушек-частников он составляет от 1646 рублей до 7535 рублей. Соответственно, именно в этом диапазоне каждая страховая компания для каждого водителя выбирает конкретные значения базового тарифа. И потом уже на это значение умножаются ваши повышающие и понижающие коэффициенты, которые зависят от прописки, возраста стажа, безаварийного стажа, от мощности двигателя и так далее. Таким образом, в первую очередь сейчас влияют на стоимость полиса ОСАГО даже не сами страховые коэффициенты, на которые вы в принципе особо не можете повлиять, а в первую очередь влияет значение базового тарифа, который может в зависимости от страховой компании быть в довольно-таки широком диапазоне сумм. Именно поэтому не торопитесь продлевать ОСАГО в вашей прошлогодней компании, но легко не всегда это будет самый выгодный вариант по цене. Учитывая, что лимиты выплат у всех страховых компаний по закону одинаковые, это до 400 тысяч рублей по ущербу транспортному средству и до 500 тысяч рублей по ущербу жизни и здоровью, лучше выбрать наиболее выгодный по цене вариант, чтобы не переплачивать за страховку. Вот такая вот информация, ссылку на калькулятор ОСАГО я оставлю в описании под этим видео. А сколько стоит полис ОСАГО для вас в 2024 году? Эту информацию вы, как обычно, можете поделиться в комментариях. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!